Экстра Бау! Вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5, дай 5, и с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Эйзвентура Кей. Сегодня мы посмотрим крайне веселый топ. Да-да, это будет топ о пяти фильмах нашего любимого актера детства, ну у многих он был любимым актером, Джима Керри. Лего, 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 лего! На пятом месте у нас отличная комедия, из которой все запомнили сколотый зуб, клевую прическу и бусик в виде собаки. Тупой и еще тупее. Место номер 5. Фильм Тупой и еще тупее вышел в прокат в 1994 году и сразу же заслужил любовь зрителей. Фильм снял режиссерский дуэт братьев Форелли, которые стали известны именно благодаря этой картине. Я бы съел ее с тарелкой бобов и бутылочкой янти. Сюжет крутится вокруг двух балбесов, один из которых влюбляется в незнакомку, потерявшую Кейс с деньгами. Как честный молодой человек, он пытается нагнать свою любовь вместе с другом на бусике, стилизованным под собаку, и не подозревая, что Кейс был не потерян, а специально оставлен как выкуп за любимого мужа. Лой, 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 ребята, хорош. В процессе погони за девушкой двое друзей попадают во множество комичных ситуаций, ставшими культовыми в кинематографе. В 2014 году вышел сиквел к фильму с теми же актерами и тем же составом режиссеров. Однако, несмотря на все старания, выстрелить второй раз не удалось. Фильм, который учит нас отвечать положительно на все вопросы и предложения. Фильм 2008 года «Всегда говори да». Место номер 4. Фильм «Всегда говори да» повествует о нелюдимом человеке, привыкшем на все вопросы отвечать «нет». Однако, посетив семинар под названием «Да, это наше новое нет», решает кардинально поменять свою жизнь и на все вопросы и предложения начать отвечать утвердительно. Да! 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 Его жизнь при этом круто меняется. Он встречает девушку, в которую влюбляется, а на работе получает повышение. Однако, несмотря на все это, отвечать «да» на все предложения тоже не так хорошо, как могло показаться на первый взгляд. Им нужно осторожно! У этих мотоциклов очень мощный! Твою мать! Движок! Этот фильм 2009 года был основан на одноименной книге, автор которой появился в камео роли. А Керри так понравилась идея картины, что он, отказавшись от гонорара, согласился сниматься за процент от сбора. Благо, фильм так понравился зрителям, что Джиму было грех жаловаться. Если у вас пропали домашние животные, то для их поиска вы можете обратиться именно к этому человеку. Фильм, ставший звездом для Керри, Эйз Вентура на третьем месте. Место номер 3. Первый фильм об Эйз Вентуре был снят Томом Шидьяком в 1993 году. Главный герой в исполнении Джима Керри – детектив, который занимается розыском домашних животных. Одет Вентура всегда в гавайскую рубашку, а на голове у него странная прическа. Отличительной чертой также является гипертрофированное чувство юмора, благодаря которому Джим Керри и стал знаменит. Перестать драться! Перестать драться! В первой части Эйз Вентуры детектив занимается поиском талисмана футбольной команды Дельфина по кличке Снежок. В процессе поиска часто звучит цитата «All right it then», которую номинировали на лучшую киноцитату в 20 веке. А также в первой части фильма снялась группа Кеннибал Корпс, чьим поклонником до сих пор является Джим Керри. В 1995 году вышел второй фильм про детектива Вентуру, а в 2009 году вышел фильм о сыне Эйз Вентуры. Джим Керри в съемках не участвовал. Вы бы хотели стать богом? А если бы сам господь услышал ваши желания и наделил бы вас своими способностями, чтобы вы сами себе исполнили эти желания? Именно об этом нам рассказывает фильм «Брюс всемогущий». Справился он или нет? Сейчас узнаем. Место номер 2 Фильм «Брюс всемогущий», вышедший в 2003 году, считается одним из самых популярных фильмов с Джимом Керри. Актер уже получил свою известность, однако не утратил шарма и желания сниматься в хороших фильмах. По сценарию он играет журналиста, который известен своими забавными и веселыми телесюжетами. Однако это его не устраивает и он хочет продвинуться по карьерной лестнице. Тем не менее, Брюса посещают всяческие неудачи и он проклинает бога и винит во всем его. Что это? Что это? В один прекрасный день журналист оказывается в странном здании, в котором его встречает Морган Фриман. Именно он исполняет роль бога, хотя первоначально на эту роль видели Роберта Де Ниро. Тот предлагает отдать свою силу Брюсу, чтобы тот почувствовал себя богом. Брюс, согласившись, начинает использовать новую силу по своему усмотрению и вскоре понимает, что, несмотря на возможность превращать воду в вино, трудно быть богом. Достойны упоминания Субтитры создавал DimaTorzok Осень, время играть в игры. Окунись в атмосферу средневековья и масштабных PvP-сражений в игре Black Desert. Особенно понравится фанатам Skyrim, Готики, Ведьмака. Но только в онлайне. Тотальная песочница, бесшовный мир. 5 октября ранний доступ, 12 октября открытый бета-тест. Ссылка в описании. На первое место вы поставили один из самых известных фильмов. Саундтрек которого с первых нот заставляет вспомнить Джима Керри и его знойный танец. Итак, первое место, фильм... Маска. Первое место. Фильм Маска, снятый в 94-м году, является 17-м фильмом для Джима Керри и дебютным для актрисы Кэмерон Диаз. Фильм принес Керри успех. За главную роль его номинировали на Золотой Глобус, а сам фильм был номинирован на Оскар за визуальные эффекты. Сценарий, написанный на основе комиксов, крутится вокруг обыкновенного неудачника, который случайно находит маску скандинавского бога Трикстера. Маска наделяет персонажа Керри необыкновенными силами, с помощью которых он умудряется отбиться от грабителей и помешать ограбить банк, обворовав его первым. Прокрутив деньги и поняв, что он сильно зависит от маски, главный герой решает избавиться от нее, но понимает, что все не так просто. Мимика Керри в этом фильме поистине гениальна, и чтобы сохранить ее, вместо резиновой маски, в которой должен был ходить актер, использовали грим. А желтый костюм, так прочно засевший в ассоциации с фильмом, это дань уважения матери Джима, которая шила что-то подобное для первых кинопроб сына. И вы смотрели самый народный топ в мире, и с вами был я, ваш любимый видеоблогер Ли, Эйз Вентура Кей. Все, безусловно, знают Джима Керри как комедийного актера, поэтому в топе не было, например, такого классного фильма, как Вечное сияние чистого разума, или Маджестика, или Шоу Трумана, или даже Кабельщик, но все это есть достойное упоминание, так что мы все назвали. Ну а вам тысячи извинений, снимайте парик, встречайте Новый год, но узнали из какого-то фильма, пишите в комментариях. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте, именно там можно голосовать в топах, а также можете следить за мной в Инстаграме, в Твиттере, на Фейсбуке и во ВКонтакте. Все ссылки есть в описании на Ютубе. Все, бааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааай. Я буду рад, как Эйз Вентура, не евший Шикаки, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь топ-5 фильмов с Леонардо Дикаприо и топ-5 самых смешных комедий. Субтитры сделал DimaTorzok